Давайте откроем Левитам, 10 глава. Будем интересно вместо читать. 10 глава с 12 стиха. Вы знаете, что Бог избрал вас для чего-то особого. И Он сделал вас кем-то уже. Вы знаете, кем? Мы будем читать. Молодцы. Царями, священниками, Богу. Богу на этой земле. Вы должны знать о власти, которая вам дана. Хорошо, давайте откроем 10 главу. И с 12 стиха. И сказал Моисей Арону и Лизеру, и Намару, оставшиеся с сынами его, возьмите приношение хлебное, оставшиеся от жертв. Ваня, иди сюда. Туда нельзя идти. Я не знаю, чего он ходит туда-сюда. Смотрите. И ешьте его пресное у жертвенника, ибо великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой, участок сынов твоих, и жертв Господней. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясения, и плечо возношения. Ешьте на чистом месте. Ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе, и в участок сынам твоим, из мирных жертв сынов Израилю. Смотрите, и дочери твои. Смотрите, какое богатство наследия. Бог дает левитам служение, да? И смотрите дальше. И как плечо же возношения, и грудь потрясения должны они приносить жертвой тука, потрясая пред лицом Господа. И да будет это вечным участком тебе, сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла, и жертвы за грехи. Тут видели дочери, кстати? Я хочу, чтобы вы усвоили, что дочери имеют священство. Они питались от жертвенника. Вообще интересно, тот, кто питается от жертвенника, он становится каким? Святым. Это освящает. Жертва освящает. Смотрите, что делала жертва? Она не только тебя меняла, она освящала тебя. Она освящала нашу жизнь. Жертва. И вы знаете, это было привилегия. Они были привилегированным обществом. Люди, которые приносили жертвы, они спрашивали у них, что нужно делать, как поступать, и они были теми, которые указывали им и управляли им. Интересно. Они могли управлять, они говорили, что делать, потому что они приносили Богу жертву за грехи всего мира. О, не, не за грехи всего мира, за Израиль, за детей, за своих родных, близких, еще кого-то. Но они приносили жертву, и они ответственные были. Вы знаете, чем больше у вас ответственность, тем больше у вас и благословения влиять на этот мир. Я хочу, чтобы вы услышали. Чем больше ты берешь ответственность, тем больше ты влияешь. Скажи, ответственность дает влияние. Смотрите, эти люди, они приносили жертвы, они могли влиять на этот мир. И тут написано, интересно, когда они сделали это, они сделали чуть-чуть неправильно. И козла из жертвы за грехи искал Моисей, и вот он сожжен и разгневался на Елизера и Фомара, оставшихся сынов из Рави. И сказал, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Почему вы не ели, а сожгли, да? Смотрите внимательно. Ибо она, святыня, великая. Ибо она, святыня, великая. Аарон сказал Моисею, вот сегодня принесли они жертву свою за грехи и все сожжения свое пред Господа, ибо случилось со мной, если я сегодня не съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моисей и одобрил. Другими словами, что мы делаем? Вы помните, Иисус преломил хлеб, Он дал, и Он сказал, не отлучайтесь с Иерусалима, ученикам. Есть место, в которое Бог будет приходить. Бог наполнит. Святое место. Вы знаете, приношение могло приноситься только на святом месте, и они должны кушать были в определенном месте. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Церковь – это определенное место. Когда мы говорим о причастии, Иисус, Библия говорит, со Своей кровью, и со Своею плотью вошел, принес за нас жертву, и мы, вкушая Его плоть, на святом месте освящаемся. И делаемся таким образом кем? Священниками. По праву, по наследованию. «Когда я вкушаю хлеб, пью чашу, Он делает меня священником». Давайте откроем Откровение. Первая глава. Мне нравится это Откровение. Первая глава. Третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асе, благодать вам и мир от того, который есть, благ и идет, есть, был и идет, и от семи духов, находящих пред престолом, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов своей кровью и соделавши нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Слава и держава во веки. Аминь». Кто соделал нас? Иисус. Мы становимся по праву, но смотрите, Он владыка над всем. Я хочу, чтобы вы поняли, кто владыка над всем? Иисус. Но если мы становимся теми, которые едят от жертвы, питаются от жертвенника, мы тоже владеем этим. Вы знаете, как исцелялись люди? Они брали из жертвенника пепел, они помазывали раны и тем самым исцелялись, потому что святыня, она исцеляет. Смотрите внимательно. Но еще что-то происходило. Они мазали кровью ухо, палец и ногу для того, чтобы исцеление пришло. мы священники по праву. Мы имеем возможность благословить или не благословить. Люди могут получить исцеление через то, что мы делаем или не делаем. батарейка. Нормально. Это другой микрофон, это мой микрофон. Все в порядке. Смотрите. И соделавший нас царями и священниками Богу и Отцу слава держава вовеки. Я хочу, чтобы мы открыли быстренько Петра. Давайте откроем. Еще Петра. Первое послание Петра. Мы священники, скажи. Аминь. Я священник. Это круто быть священником. Я вам честно говорю, когда я прихожу к Богу, я уже становлюсь священником. Но 1 Петра 2 глава 9 стих, да? Вы поняли. Но вы, роты избраны, царственное священство. Кто мы? Роды избраны. Я хочу, чтобы вы не пренебрегали собой. Когда вы пришли в церковь, вы стали кем? Народом избраны. То есть, ваше достоинство это Иисус. Ваше благословение это Иисус. Но вы должны быть в этом и пребывать в этом. Когда я пребываю в Иисусе Христе, я, значит, нахожусь в Нем. Там написано есть на святом месте. Святой что делает? Скажи, освящается? Супер! Освящается. Другими словами, тебя тянет церковь. Разница между теми людьми, которые во грехе и теми, которые хотят очиститься и теми, которые сделаны священниками, они их тянет на служение, их тянет быть среди верующих людей. Когда тебя тянет в твоей жизни все в порядке. Если у тебя пришло охлаждение, тебя надо заставлять что-то делать, ты болен, духовно болен, душевно болен, тебе надо что-то менять. Смотрите внимательно. Народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать. Смотрите внимательно. Я для того, чтобы это возвестить другим, священник, он должен еще что-то делать, он возвещает, он говорит другим. Кому ты сегодня говорил? Супервайзеру. Хорошо. Отключи свой телефон, а то я заберу сейчас. Он сломается опять. Смотри, Бог избрал меня для того, чтобы я был свидетелем, говорил, проповедовал. Аминь? Если я проповедую, что-то происходит. Я выполняю свое священное действие. Я беру власть. То есть ситуации, скажи, власть. Мне нравится. Когда ты проповедуешь, ты берешь власть. Поэтому ученикам идите и будете мне свидетелями. Они стали свидетелями после того, как Иисус умер, воскрес. И что произошло дальше? Он послал Духа Святого осветить их, чтобы то, что Он сделал, это произошло и изменило их. И они что делали? Они пребывали в этом, проповедуя другим, говоря другим. Смотри, священное действие включает в себя проповедовать, помимо кушать. Потому что некоторые думают, это заканчивается на том, что мы покушали плоти Иисуса Христа, выпили кровь. Нет, стоп, священник он еще выполнять должен функцию провозглашать что-то, говорить что-то. В римлянах написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Разве они не слышали? Другими словами, мы проповедуем то, что Бог умер и отдал свою жизнь, дал своего Сына, чтобы мы воскресли, чтобы мы с Ним были воскрешены, посажены на небесах. А теперь, смотрите, новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удель, дабы возвещать совершенство, призывающего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ. Смотрите, он сделал тебя еще не едино лично, потому что некоторые думают, что я самодостаточный, я таких не люблю, мы не самодостаточны, я не самодостаточны, мы народ, Иисус самодостаточный, а мы народ, смотри внимательно, я хочу, чтобы вы поняли, мы выполняем функцию народа Божьего, народ это общество, собрание верующих людей, стремящихся в объединение, стремящихся к одной цели, поэтому Иисус молится о них, помните, как первосвященник, он говорит, да будут все едино, то есть, другими словами, единство это еще та функция, которую мы должны выполнять, как священники, что священник делает? Приводит себя в единство и других в единство, есть тот, который разделяет, тот, который ворует, и дьявол, он всегда пришел украсть, убить и погубить, дьявола, функция совсем другая, он ворует, ворует меня от общества, вы знаете, мы народ Божий, я народ Божий, это не только пища, проповедь Иванович, мы становимся еще народом Божьим, одно целое, смотри внимательно, я хочу сказать, иди сюда, Саша неплохой, но я лучше, я круче, Саша классный, но Саша привел Виталика, привел кого-то еще, кого еще ты привел, ну, кого-то привел тут, кому-то засвидетельствовал, а я проповедовал, и ты, Саша, он может сказать, я самодостаточный, мне не надо этот народ, я пойду сам, у нас вольные хлеба, но он не сможет сам быть, он не самостоятельная единица, он единица в народе Божьем, часть, он тот, которого, без которого церкви нет, и смотри, я могу каждого из вас выбрать тут и сказать, без тебя тоже церкви нет, скажи, без меня не будет церкви, ты смотри внимательно, я хочу, чтобы ты понял, те, которые уходят, они считают, что без них может быть церковь, и они правы, аминь, потому что они никогда не были наши, понимаете меня, о чем я говорю, они никогда не были священниками, потому что это народ, мы народ Божий, и вот это надо нам знать, что мы в единстве, мы народ Божий, и мы не должны отделять себя от кого-то или от чего-то, если я отделяю себя, я не священник, священник, он никогда не превозносится, он не отделяет себя от народа, он живет с народом, он просто ест на святом месте, правда, мы на святом месте, но мы народ Божий, теперь дочитаем дальше, 2 глава 24 стих, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, священник провозглашает, Петр выступает как провозглашающий, он говорит, я провозглашаю, что вы исцелились, смотри внимательно, мы имеем часть и силу провозглашать в жизнь людей, то, что должно состояться, даже те, которые не имеют части с нами, понимаете меня, кто из вас понял, Иисус проповедовал людям, потому что Он был первосвященником, Он был священником, Он мог говорить людям, которые не были Его частью, поэтому мы говоря, говорим, слушай, Он тебя тоже может сделать священником, мы роды избранные, люди взятые в удел, некогда не народ, поэтому мы не должны отделять себя, потому что некоторые пытаются отделить себя, каким образом, словами, поступками, жизнью, нам кажется, что мы должны что-то делать? Это заводится наверное от того, что мобильный телефон. Старый микрофон. О, аллилуйя. Интересно даже. Хорошо. Ранами Его и выселились, ибо вы были как овцы блуждающие. Смотрите внимательно. Про возглашение. Не имея пастыря, но вы возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ вашей. Что священник делает? Соединяет. Соединяет в тело. Присоединяет к телу. Чем отличается не священник, ему не волнует, чтобы они были в церкви. Главное, чтобы верующие были. Ну, и бесы веруют, и трепещут. А мы народ. Мы взятые в удел. И есть то место, на котором мы это делаем. Правда? Священодействие. Любое священодействие включает в себя то, что мы делаем. Из-за этого Иисус говорит, слушайте, я даже крещу вас Духом Святым на святом месте. Не включайтесь от Иерусалима. Ждите обещанное. Святое место. Есть место, которое святое. Я получаю здесь силу и меняюсь, потому что Он так определил, Он так захотел. Смотрите еще дальше. Давайте откроем Иоанна. Первое Иоанна. Первое Иоанна. Смотрите, как действует священство на нас. Вторая глава с первого стиха. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Кто ест от жертвенника? Дети священника. Еще раз скажу. Он обращается к Дети мои. Я хочу, чтобы вы услышали. Это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешил, то имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть милостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповедь. Кто говорит Я познал его, а заповеди его не соблюдают, тот лжецем нет истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. Ибо это узнаем, что мы в нем. Из этого мы узнаем, что мы в нем. Итак, заповедь, да будут все едины. Он молится Отцу об единстве. И здесь он говорит детям, если вы хотите освящения, то вы должны быть в единстве. Смотрите, очень важно единство. Единство Духа в союзе. Мы единодушны вместе. Прославление должно быть какое? Единодушно. И интересно, все они были единодушны вместе и тогда сошел. Во время священодействия всегда сходит Дух Святой. Когда единодушно вместе, когда собирается народ Божий, там приходит Дух Святой, там приходит сила, особое помазание. Священник это знает. Он может пользоваться случаем для этого и провозглашать что-то, говорить что-то. И является для этого сила, для исцеления, освобождения, благословения. Некоторые хотят получить, но они не хотят присоединиться, они не хотят иметь часть. Мы выйдем на улицу и будем молиться за них. Но если ты пришел сюда, мы должны захотеть быть частью. Смотрите, давайте еще одно место 11 глава. Айна вечеря. Помните? Но прилагает они хвалюч, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее собрание. 17 стих. Ибо, во-первых, слышу, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, а чаще и верю этому, разделение. Это не священное действие. То, что мы делаем, если у нас есть разделение, это не священное действие. От этого даже пользы нет. Священное действие это, когда мы все соединяемся в одно. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись те, которые искусны. В чем искусны? В слове. Дабы далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других. Другими словами, некоторые приходят сюда не для священной действия, а для употребления своих, ну как, для восполнения своих потребностей, нужд, желаний. Смотрите внимательно. Священное действие не включает, что мы свои желания восполняем. А что? Мы исполняем то, что хочет Бог, то, что желает Бог. И я вам хочу сказать, когда мы вкушаем трапезу Божью, это не то, что мы насыщаемся, когда мы приходим в церковь, мы не для того, чтобы похихикать пришли, мы выполняем священнодействие. Когда мы имеем общение, мы выполняем какое-то священнодействие. Бог приходит на это, сила приходит на это. И я вам хочу сказать, что некоторые не удовлетворены в этом. Почему? Потому что другие получают что-то, знаете, им уже достаточно, а те, которые пришли и чуть-чуть просто опоздали, они не получили благословения Божьего. И я не говорю о еде. Я говорю о духовных вещах, которые приходят, потому что Бог, Он приходит на каждое место. И люди, которые высмеют духовные вещи, священники должны нести священно действие. Бог приходит на жертву. У тебя есть жертва? Принеси ее. У тебя есть жертва? Принеси ее. Жертва должна быть в твоем сердце. И если тебе что-то непонятно в данный момент, со временем придет сила Божия, и ты поймешь. Но я хочу сказать, разве у вас нет домов на то? Домов ты что хочешь, то и делай. Говори, что хочешь, поступай, как хочешь, ищи, достигай цели, но здесь выполняй действия, которые он предусмотрел, порядок, в который он ввел тебя. Вы знаете, в каждой церкви есть порядок, и это есть священное действие. И мы подчиняясь порядку, мы получаем, когда выходит человек на сцену, и он начинает проповедовать, нести Слово Божие, доносить каждому из нас то, в чем мы нуждаемся, что происходит? Он говорит и производит священное действие. И мы увлекаемся этим, и получаем от него, я вам хочу сказать, если мы непослушны в этот момент, что происходит? Я не получаю то, что я должен получить. Есть дом, дома я могу все, что угодно, но здесь я должен исполнять то, что он хочет. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть, пить, или пренебрегаете Церковь Божия и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Иисус в ту ночь сделал нас священник. Послушай внимательно. Он сделал своих учеников священниками. Я хочу, чтобы ты услышал. Он сделал их священниками, а те, в свою очередь, других. И каждый раз, когда мы преломляют хлеб, они рождают детей, они дают этот хлеб для того, чтобы они стали священниками. И это священное действие, это таинство, которое производит. Потому что левиты, когда подрастали сыновья, знаешь, они что должны были делать? Служить в церкви. О, не, не в церкви. Как это называется? Скиня. Они должны были, дети должны были служить. Нет, женщины там не служили, но они тоже ели. Знаете, как служили женщины? Они рожали. сыновей. Бог благословлял? Смотрите, освящение происходит, когда мы выполняем ту функцию. Нет, послушайте, Библия говорит, что сейчас нету значения между мужчиной и женщиной в священном действии. Мы имеем ту же часть, как и женщина, и женщина имеет ту же часть, и они вкушая, но есть некое какое-то благословение, когда мужчина входит в это действие. Я тебе советую, каждому из вас советую войти в это, потому что когда ты входишь в священство, становишься священником, у тебя появляется сила, власть, помазание, роты избранных, царь, есть ответственность, есть разные проблемы, потому что дьявол воюет против священника, во, он воюет, и тут очень важно не ошибиться, почему, потому что когда он говорит об этом предложении, смотрите, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, 26 стих, и пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет, поэтому кто есть хлеб, все и пьет чашу недостойно, виновен будет против тела, другими словами, если священник поступал неправильно, я вам прочитал, просто с тем предложением, которое Бог дал ему, благословением, то что происходило? Этот священник мог быть наказан, Моисей разгневался и заставил их освящаться, другими словами, он говорит, что это вы делаете? Вы не правы, потому что Бог дал вам часть освящения, это не производит освящение, это производит что? Какая разница? Хлеб съел, сок выпил, он не произвел ничего, и тут написано, поэтому когда будете есть, пить чашу Господню недостойно, виновен будет против, другими словами, человек виноват, он неправильно поступает, и дальше написано, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны, больные, немало убирают, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными миром, поэтому, братья, собираясь на вечерю, друг друга, ждите, и я снова говорю, что это единство, порядок в церкви, это единство, я должен поддерживать единство, не то, что я просто укушаю, как все, я поддерживаю единство, как священника, скажи, священник поддерживает единство, я род избранный, царственное священство, народ святой, когда я хлеб ем, я свидетельствую, я поддерживаю это единство, единство у меня рождается здесь, в сердце, я не могу говорить те слова, которые я не чувствую, я не могу делать то, что я не чувствую, не то, что я, чем я живу. Поэтому многие болеют и немало умирают. По какой причине? Потому что когда священник не выполняет свои функции, приходит проблема. Вы не знали этого? Надав и Ауид цена Аарона они пришли выполнять священодействие в Скинии, они пришли с кадильницей, но они взяли огонь не из чистого, а из нечистого. Они не взяли от огонь от жертвенника. И знаете, что огонь вышел и пожрал их. Предположительно, что они были выпившими. Потому что после этого вышел указ. Они просто перепутали, какая разница, какой огонь брать, какая разница, откуда брать угольки. Предположительно, они были выпившие. После этого дается указание Моисеям, чтобы священники не пили вина, не дети и пьянящих напитков. Те, которые служат Ему. Слушай, если я священник, я не могу пить и пьянствовать, потому что мое священное действие, оно каждый день. Правда? Я свидетель. Я тот, который должен быть в единстве. Я заделан этим священником. я имею это откровение. Я вам хочу сказать, когда мы понимаем свое священство, мы ходим в своем священстве, Бог благословляет нас, потому что надавы ауид были примером для некоторых, потому что нельзя поступать так, нельзя приходить перед Богом не в правильном положении. Послушай, если ты только пришел к Богу, ты можешь изменить свою жизнь сразу же в одно мгновение, потому что ты на правильном месте, место освящения. Что нужно сделать? Покаяться. Правда? Принятие Иисуса Христа в свое сердце, чтобы Он тебя соделал тем, кем ты должен стать по-настоящему священцем. Второй шаг, я должен быть в единстве со всеми, я должен ходить в церковь, я должен быть на этом месте, я должен общаться с людьми. И первое, и второе, я пребываю в этом, я должен находиться постоянно в священнике Богу. Бог избрал тебя, Бог избрал меня для священства. Еда, единство, и что еще? Каждый раз, когда я собираю, когда я нахожусь здесь, я должен находиться в постоянном присутствии Божьем. Посмотрите, я не оставляю священства, я хочу, чтобы вы не оставляли. То, что вы сейчас трезвы, нормально себя чувствуете, то, что у вас есть на сердце, служить Богу, свидетельствовать, это прекрасно. Бог сделал вас так. Бог избрал тебя для свидетельствования. Скажи, Бог избрал меня для того, чтобы я свидетельствовал. Род избран царственное священство, народ святой, дабы возвещать совершенство. Скажи, я должен провозглашать. И вот если человек, священник, не выполняет свои функции, что происходит. Каждый на своем уровне. Священство аннулируется. Но пока есть возможность провозглашать, я буду провозглашать это. Это признак, что еще Иисус не придет. Есть возможность, но скоро, скоро Он придет. Я буду спешить, чтобы собрать этих людей, священник, Он хочет соединить все в едином. Объединить, спасти. Иисус пришел за погибшим, за мной и за тобой, чтобы сделать себе священник на этой земле. Ты понимаешь это? Не на небе, потому что некоторые думают, там на небе я стану священником. Нет, здесь ты Божий слуга, ему цари повинуются, а ты его священник. Слушай внимательно, ты имеешь такую власть, которую себе не можешь представить, и как безмерное величие могущества Его нас по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во кресте Иисусе, воскреси Его из мертвых. Бог Он всемогущий, и Он хочет, чтобы ты стал и занял свое место, место в церкви. Для этого нужно что-то сделать, приложить, Царство Божье силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его. Если я не буду прилагать усилий, ничего не будет. Вы знаете, мне жена говорила, по дороге мы ездили, ехали, она рассказала о благодати. Слово благодать харис, это греческое слово харис, харизматы оттуда пошли, харис. Это те, которые верят в благодать Божью, незаслуженный дар. Но благодать еще переводится, харис переводится как милость Божья. И если я упущу сегодня эту милость Божью к себе, чтобы стать кем-то, то я не знаю кто. Глупец. Я человек глупый. Я должен к этому стремиться. Я сегодня нахожусь в благодати Божьей. Никогда люди не могли стать священниками. Никогда наркоманы не становились во власть. Я вам говорю, а Бог делает невозможным.